А вы тоже устали от того, что когда хочешь купить себе сушилку для вещей, то вас постоянно обманывают. И оказывается, что сделана она не из сушек, а из какого-то, блядь, железа. Но на самом деле всё просто, и сейчас покажу, как это исправить. Короче, чтоб всё получилось, пришлось прикупить хуй в эту тучу сушек. Примерно, блядь, вот такую вот кучу. Главное, чтоб только бабуля не увидела, как я запиздячу эту гору сушек. Ясен пень, что покупала из них самые дешёвые. Единственное, только что отличается, что одни толстые, чтобы сделать ножки. Ну и типа, надёжнее конструкция была. А вторые такие немного, блядь, слабенькие. Но они пойдут на конструкцию, ну типа, чтобы легче были. Ну и в остальном всё скреплять будем обычными стяжками. Выбрал самые такие маленькие, чтобы они были удобные и особо их видно не было. Ну, типа такие. Ну, заебись, держит. Был ещё вариант, конечно, вот так вот с клеем посклеивать всё. Но я что-то думаю, конструкция будет не супер надёжная. В общем, вместо клея будем использовать стяжки. Как по мне, самый пиздатый вариант. Сейчас попробуем, кстати, я не пробовал уже, блядь. Держит, заебись. Короче, вот так это всё будем соединять. Ну и делать большую, блядь, конструкцию. Хотя, наверное, я напиздел и надо лучше по две соединять. Потому что что-то она, нахуй, ненадёжно выглядит. А вот так вот может быть надёжнее. Ну, по идее, мне так кажется. Вот так нажимаем. Да, так по пиве будет. Она хотя бы, нахуй, никуда не слетит. Таким образом она хотя бы, блядь, ну никуда не пойдёт. Ни прав, ни влево. И будет менее, плюс-минус держаться. Если что, просто стяжечкой ещё ту же подтянем. И будет держаться. Ну и плюс остальные будут вот так вот идти, веточкой и всё заебись будет. Ну, охуенно же. Ещё на всякий случай перемотал вот с этих сторон, чтобы оно, короче, не съёбывалось. Ровно держал. Единственное, что, ну, полукругом, ну да похуй, оно всё равно. Главное, что ровно. Будем выравнивать там по месту уже. Ну и, по идее, должна такая конструкция прочнее быть. Хотя, хули, не прочные. Стяжки, блядь. Главное, чтобы сушки не по пизде не пошли. Ну и, по идее, дальше делаем, ну, блядь, ногу сколько нам нужно, чтобы она, короче, держала. Получается... Сейчас, ебать, я буду несколько часов ебашить эту залупу всю, блядь. Погнали, нахуй. Она ещё тут не зажала, ебать, ебать, нахуйня. Ты не съёбывай, ещё съёбывают куда-то. Короче, ладно, делаем. Маленькие пока убираем. Берём только большие. Бля, ебать. Сушек у нас на год вперёд, нахуй, хватит их. Сто процентов. Фуинк. И, кстати, не забывайте ставить лайки. Без них не получаются вот такие вот видосы, когда мы делаем всякую хуйню. из сушек, когда могли их съесть или кому-нибудь подарить, вот. Но зато у нас будет сушилка из сушек и будет радовать глаз. Ну, а потом мы её съедим, нахуй. Блядь, честно говоря, я думал, нахуй, это всё будет быстрее делаться, блядь. Они так идут. Может, до вечера сделают, до ночи. Так, у нас первая потеря. Слопнула с сушкой. Я думал, перевяжу стяжками и нихуя не произошло. Просто нахуй лопнула, пидараска. Блядь, оказывается, дело-то нихуя не быстрое. За 10 минут сделал вот такую вот только ножку. А мне, оказывается, блядь, нужно в 10 раз больше ебать. Это я сейчас буду ебаться до самой ночи, я ебал. Да, ё-моё. Короче, одну почти уже сделал, и они, сука, лопнули в двух местах. Опять переделали. В общем, как оказалось, мой способ хуйня. По итогу у меня получилась вот такая вот длинная колбаса. Но есть проблема, он, блядь, короче, нихуя не держит. И ещё лопается. Уже раза в 5, наверное, блядь. Соответственно, пришла другая идея, как исправить эту залупу. Потому что таким образом дохуя стяжек уходит. И, соответственно, сушек тоже. Способ, в общем, такой. Единственное, при нём очень уходит много сушек. Но да похуй. Зато она, конструкция, ну, хуй сломаешь уже. Она, типа, упирается друг с дружкой. Соответственно, никуда не девается. И такой способ, конечно, пиздец расточительный. Но при этом у нас используется минимальное количество стяжек. Ну и плюс конструкция гораздо, ну, блядь, себя чувствует лучше, прочнее. И вариант такой гораздо пизже мне смотрится. Походу, блядь, сушек не хватит. Нужно покупать ещё, ехать будет вечером. Эту колбасень, наверное, оставим для того, чтобы сделать потом сетку. Ну, а пока будем делать эту толстую ножку из сушек, которую будем просто складывать. Бля, это пиздец. Смотрите, я, короче, сделал вот такую вот колбасу. А она, сука, всё равно такая вот. Ну, хуйня, короче, по итогу. Надо думать новый вариант. Потому что этот пиздец не подходит. Блядь, да простят меня все. Короче, единственный вариант, который самый надёжный и будет работать, это, блядь, склеить всё нахуй. Смотрите, берём все сушки, одеваем их на любую палочку. Да ёпта. Вот так вот. Берём любой двукомпонентный клей. Всё это аккуратно поливаем. Запшикиваем. И должна получиться вот такая вот чёткая конструкция. Всё держится круто, классно и заебись. Единственное из минусов, у нас не хватает сушек и клея. И это надо сейчас всё ехать покупать. Но, во-вторых, есть ещё прикольная идея. Если это всё держаться не будет. Ну, потому что клей вроде хорошо держит. Но сушки всё равно нестабильная штука. Вот, поэтому... Попутно была придумана идея. В случае чего, если держаться не будет, то внутрь просто запенить монтажную пену. И тогда 100% всё держаться будет. Вот, но пока я не знаю, думаю. Короче, едем за сушками на своём розовом самокате. Забрал всё, что есть. В общем, у нас ещё пакет сушек. И три банки клея. Чтоб немного быстрее все дела пошли. Короче, взял, насадил сразу, блядь, большой шампур. И всё, аккуратно проливаем клеем. По итогу у нас должна получиться вот такая вот колбаса. О, блядь, и сломалась нахуй. Всё-таки надо будет пенить эту всю историю. Итак, получается какая-то залупа. На часах у нас уже почти полтретьего. Я сделал только четыре штучки. Короче, я сделал вот эти вот боковые дверки. Вот, ещё нужна одна такая длинная. И одна такая у нас уже получается есть. Осталось сделать только вот эти короткие штучки. Получается, уже буду делать завтра. А пока получается спать. Итак, у нас новый день получается. Я уже почти всё доделал. Получились несколько ножек. Уже почти вот эти вот штуки готовы. Осталось, короче, только уголочки сделать. Они у нас получаются вот таким вот образом. Просто об наждачку вот так вот шкурим. делаем такие вот блять линии и тупо склеиваем но чё по итогу собрала короче всю конструкцию вот так вот это выглядит тут короче уголочки так красивые получились из получается собралась основная часть это вот это вот хуйня вот и соответственно две ножки которые будут друг друга складываться единственное скорее всего не получится вот тут смотрите тут есть такая залупа что-то 3 в ряд идет на крепление а тут ну чушки здоровые если тут крепление делает то тогда это хуйня маленькая ну соответственно хуйня поэтому я думаю что когда мы соберем всю эту часть мы просто кончик этой за лупы возьмем и сюда прихуярим как-то к концу под низ и она будет у нас просто стоять потому что мне кажется если я сейчас запеню даже внутри вот конструкция все равно будет не супер надежно но держаться будет было короче у меня мысль залить все эпоксидкой но думаю что короче когда будет эпоксидка нагреваться и она сохнет же сутки вот бублики наши разбухнут и по пизде пойдут поэтому попробуем два варианта первый я короче взял перемотал обычным жгутом места где дырки где клеем не проклеивал чтобы сейчас попробую запенить пены но в целом не как будто уже нравится из веревка когда смотрится получается блять я просто перемотал она уже крепкая такая и типа ну держится и вот есть мысль короче попробовать чуть-чуть пены запенить посмотреть как она пойдет и второй вариант это попробовать взять клей паваку пить и просто им обмазать чтобы нитки между собой ну затвердели и И приклеились к большей части сушек. И, по идее, это как будто должно, блядь, лучше держаться. Вот, сейчас попробуем два варианта. Короче, давайте пробовать. Я заебался. По итогу, короче, когда начинаешь скручивать, они лопаются и ломаются. Приходится склеивать по три раза. Но чуть-чуть уже перемотал. Осталось вот эти вот части все замотать нахуй верёвкой. Пришлось ещё за четырьмя ехать, блядь. Ну и дальше сейчас всё закрутим. Итак, по итогу у нас сейчас девять вечера. Я ещё нихуя не успел сделать. Получилось вот так вот обмотать. Единственное, что ту, которую я заматывал, я потом клеем склеил. И подсыхать чуть стала пена. Вроде как, заебись, чётко всё держится. Внутри там, блядь, склеилось этой ёбаной пеной. Может быть, идея заебись была. Короче, по-быстрому всё пеним. Как оказалось, есть небольшая проблема. То, что длинные, сука, не допениваются. Происходит это потому, что пена, короче, доходит где-то вот досюда. Вот, а дальше не доходит. Поэтому из идеи сейчас просто располовинить все длинные части. И загнать туда поочерёдно степенно. А все остальные потом, когда запенится, всё, просто склеить эти две части. Так, это следующий день. Всё схватилось. И пиздец, оно хорошо держится. Сейчас срезаем пену. И убираем верёвки. Бля, ебать перила, конечно, получилось. Единственное, пену видно. Но ничего страшного. Зато она теперь, сука, прочная. Когда всё очистили, осталось собрать. Уголки я решил вот так вот на шпажки насадить. И, кстати, блядь, не забывайте ставить лайки и подписываться. Это, сука, очень обязательно. Потому что, если не будете, то, получается, ну, нахуя я это делаю в целом. Вот, поэтому это очень важно. С каждого лайк, лайк и подписка. Ла, лайк просто, всё. Просто лайк один, хватит его. А ещё не забывайте про телегу. Туда можете накидывать все свои дебильные идеи, вот, которые нужно решать. И мы так вот будем сидеть три дня нахуя ебаться. Осталось на стяжке натянуть наши нитки. В общем-то, походу, всё. Вот такая вот она в разборном виде получается. Тут на переворотах на стяжке всё посадил. Тут внизу тоже всё на стяжке приколхозил, чтобы держалось. И сделал ещё вот такие вот ножки, чтобы можно было упирать в эту залупу, и она держалась. Блядь, надо пробовать ставить её. Дай бог не пизданётся. Нет, она лопнула. Блядь, я не знаю, что сказать. Она у нас стоит, я заебался нахуй. Короче, что по итогу мы имеем? Пришлось перевязать ниточками и стяжками стянуть его так, чтобы она больше никогда не складывалась. Потому что ебать, нахуй, сушки не держат. Вес огромный. Больше всего пришлось на эти четыре опоры, потому что они, нахуй, держат самый большой груз. И, соответственно, нихуя не выдерживают. Поэтому всё аккуратненько заколхозили просто деревянной палочкой. Это единственное, что помогает и держит, короче, всю конструкцию. Но так как пена ходит туда-сюда, короче, сушки немного играют. Пришлось перемотать это всё нитками, что... Блядь. Ну и нихуя не держится, соответственно, эта вся залупа. Даже на нитках. В разложенном состоянии на плюс-минус выглядит так. Хотя, конечно, и опирается на бутылку, потому что иначе она, блядь, перевешивает и пизданётся нахуй скоро. Короче, чё. Сушилка готова. Вещи сушить можно. Она сделана из сушек. В принципе, всё удалось. Главное, чтобы по голове не пиздануло. Сейчас полдвенадцатого ночи. Я потратил три или почти четыре дня. Блядь, столько труда убил. Так что не забывайте про телегу. Туда можете писать свои проблемы, любые какие-то интересные идеи. Ну и в комментарии тоже можете. Как обычно, просмотр был платный. Стоимость его один лайк. Ещё и если кому-то скиньте, то вообще будет заебись. А я буду что-то придумывать. Пиздата и крутое. Ну и на концовочку, как обычно, не давайте себя обманывать. Ебашьте всё сами. С другой стороны, хуй с ним, что ничего не получилось. Будем считать это прототипом. Ну и с другой стороны, это первая сушилка из сушек в мире. Поэтому кажется, вряд ли, что кто-то ещё её делал.